Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. И сегодня мы будем гадать на старых добрых метафорических картах. На такую тему, тоскует ли сегодня по вам загаданный человек. У нас будет 6 позиций по одной карте, которые мы будем докладывать. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады. А также на консультации по ясновидению и на ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, я вам отвечу. Сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами поработаем. Также напоминаю, что 21 февраля особая ночь для ритуалов. И в эту ночь ритуалы гораздо сильнее и любые просьбы Богу гораздо сильнее. Поэтому обращайтесь, мы с вами поработаем по ритуалам. На финансы, на здоровье, на отношения и многие другие. Итак, вам нужно выбрать одну из позиций. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Сосредоточиться, внимательно все выбрать. Вам нужно помнить, что данное видео актуально на тот момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад. И мы начинаем. Для тех, кто выбрал первую позицию. Тоскует ли по вам человек сегодня. Вышла карта Вселенная, Звездное Небо. Да, ну как, именно Вселенная уже, космос, она показывает, что для человека вы являетесь основой жизни. То есть этот человек явно к вам глубоко привязан, мечтает о вас, он думает о вас. Когда вы видите вот такую вот невероятную бесконечность на карте, посмотрите на нее внимательно. Какие ассоциации у вас это вызывает? Это вызывает ассоциации, вот допустим, если у меня, да, то бесконечного блаженства. Это вызывает ассоциации с Богом, с высшими силами и огромности этого мира, да. Бесконечная любовь, именно так выражается эмоция по этой карте. Когда мы смотрим на чувства человека, когда мы смотрим на то, насколько он думает о вас, насколько он поглощен вами. Все цело, можно так сказать, что все цело поглощен. Часто молится, может быть, даже обращается к Богу, чтобы ваши отношения были, чтобы продолжались, чтобы вы любили друг друга. Потому что эта карта, она объединяет в себе очень много. Она показывает, что мы часть этой вселенной. Она показывает, что люди связаны были из прошлых жизней. Это действительно очень хорошая карта. Она говорит о глубоких чувствах. Карта лед показывает, что, возможно, между вами сейчас холод. Человеку от этого очень сложно и больно. Вы когда-нибудь держали в руках льдинку? Она холодная. Она иногда, вот если ладонь подольше подержишь в руках, да, ладонь начинает аж скручивать мышцы болеть. Вот у человека сейчас в сердце это боль. Боль от льда. И он знает, что он любит вас. Но то, что, возможно, между вами происходит, его очень сильно ранит. И карта дождь показывает, что у человека слезы, да, сердце слезы, в душе слезы. Конечно, тоскует, конечно, переживает, конечно, любит. И очень тяжелая ситуация идет у человека внутри по поводу вас в плане, пусть эти отношения будут. Вот прям мольба идет. Я думаю, что карты здесь несут очень глубокий смысл по первой позиции. Они показывают, что иногда мы дороги людям, но они этого не всегда полностью показывают или не умеют показывать. И вам тут надо осознать, что если вы выбрали первую позицию, бог, высшие силы, что-то хотят через карты метафорические, они вам передать. Что-то хотят они вам сказать, да, сейчас, именно сегодня. Может быть, натолкнуть на то, чтобы вы подумали иначе про эти отношения, про человека. Ну, такая позиция номер один. Позиция номер два. Тоскует ли сегодня по вам загаданный человек? Вышла карта еда. Вот смотрите, да, сильно отличается первая позиция и вторая. Вы еда. Вы у человека ассоциируетесь с изобилием, с теплым домом, с заботой. Но, скорее, это не тоска, а может карта показывать голод. Голод именно в плане физическом, потому что еда – это физика, это то, в чем мы чувствуем основную острую потребность иногда. То, к чему мы привязаны ежедневно, то, что мы употребляем чаще всего и думаем о чем очень часто, о еде, да. И карта показывает, у человека часто о вас думает, человек считает, что вы у него связаны с центром удовольствия в голове. У него есть физическая у вас привязанность, потребность. Но где глубина этих чувств, да, эти разворачивать? Кирпичи. Кирпичная стена. У человека внутри есть вот эта стена. Он может быть физически привязан, он может быть как-то зависим от вас даже физически, да. Но морально этот человек закрыт. У него внутри есть стена из непонимания, из холода, состоящая. Почему? Потому что в детстве или в прошлом была психологическая травма, связанная с отношениями или с родителями. И человек может поверхностно любить, а внутри у него всегда какая-то вот холодность. Когда человек не может вот именно привязываться из глубины души, понимаете. Это очень тяжелая травма. Огонь показывает, что человек иногда может выходить из себя по поводу того, что его обвиняют в холодности. Мол, я хочу, допустим, секса, да. Я хочу общения, я хочу это, я хочу то. А давать я ничего не хочу. А когда ты мне претензии предъявляешь, я буду выходить из себя. То есть здесь тоски нет, грусти нет. Здесь есть именно у вас какая-то вот аж физиологическая потребность. Вот такая позиция номер два. Третья позиция. Тоскует ли по вам сегодня загаданный человек? А вот здесь вышла карта звездное небо. Она сходна с толкованием карты вселенная, космос, да. Она показывает связь с бесконечностью, с Богом. И это любовь. Здесь человек вас любит, мечтает о вас, думает о вас, строит планы на будущее. Возможно, вы даже как-то общаетесь интуитивно или просто переписываетесь, или будете переписываться на расстоянии. Карта вот дает такую ассоциацию. Вот представьте, что вы лежите на теплом лугу в траве ночью. И бывает такое ощущение в августе, например, когда звезды будто бы на вас падают. Становится все крепнее, крупнее. И вот это вот ощущение бесконечности и счастья. Ты просто улетаешь как будто бы во вселенную, в это черное темное небо, к звездам. И полный полет, да, вот у тебя ничего не беспокоит. Ты связан с Богом в этот момент. Вот такое ощущение вы даете человеку. То есть все заботы как будто бы внутри пропадают в вашем присутствии. Есть ощущение вот этой бесконечности, ощущение Бога. Ощущение какого-то счастья такого. Ну как детского даже что ли, какой-то ностальгии. Тут, конечно, человек по вам очень тоскует и любит вас. Даже если вы просто сейчас вместе и решили зачем-то открыть этот расклад, просто знайте, что человек вас любит. Этот человек научился в жизни себя контролировать. Свечи. Свечи, они всегда говорят о том, что огонь держится под контролем. Дальше свечи, он никуда не уйдет, верно? Пламя свечи, его можно задуть и затушить вовремя. И оно не разгорается в пожар чаще всего, верно же? Свеча таблетка, горит три часа и потом тушится. Человек явно какие-то свои бури эмоций взял под контроль. Страсти и гнев тоже взял под контроль. Он умеет распоряжаться своими эмоциями, своими чувствами в жизни. Вы ему даете успокоение, вы ему даете равновесие какое-то, да, медитацию даже. С помощью, возможно, этих даже отношений человек смог обуздать свои какие-то особенно негативные эмоции. Карта хорошая, она говорит о зрелости человека, о том, что он воспитывается, да, сейчас. И о том, что переосмысливает свои ошибки, причем с большим успехом. Цепи показывают, что, возможно, у человека есть обязательства в жизни, которые очень сильно его сковывают. Долги или брак, или алименты, или еще что-нибудь, да, такое, работа тяжелая. Но в жизни очень, правда, много проблем, которые его вот так вот цепями опутывают. Ну, в любом случае, тосковать-то этот человек по вам тоскует или просто вас любит. Такая позиция номер три. Четвертая позиция. Тоскует ли по вам человек сегодня? Травка зеленая вышла. Травка зеленая ощущение дает такое блаженство, счастье, прохлады в жаркий день, когда ты трогаешь траву, когда ты нюхаешь траву. Тебе всегда приятно. Лежать в траве приятно. Даже иногда поесть ее приятно. Ну, это для вегетарианцев уже, таких, как я. Ну, в любом случае, это какое-то вот такое вот приятное чувство, да. Вот вы ощущаете, наверное, его сейчас полностью. Вот и до. И прохладу эту траву, и запах. Особенно, когда ее скошенную, да, вот косят, и вот этот запах. У человека вы с центром вот такого удовольствия связаны. То есть, когда он в вашем присутствии находится, эстетическое удовольствие такое появляется. Ваш запах, ваша внешность, какая-то приятность. Вас обнять приятно человеку. Он к вам очень привязан душой вот так, и даже сексуально привязан, что. Вы вызываете в нем вот такие радости какие-то. И даже, может быть, умиление некоторое, да. Умиление. Он вас вспоминает, все время думает о вас. И сразу же переносится в какой-то свой мир, где можно вас обнять, там, не знаю, поцеловать. Но, слава богу, вы не ассоциируетесь по этой карте со скандалом, с каким-нибудь. Вы ассоциируетесь с чем-то хорошим. Однако, была обида. Или он нанес вам обиду, и эта рана еще не зажила. Либо у него обида на вас идет, и он понимает, что рана кровоточит. Что все плохо. Что где-то что-то прокололся, да. Допустим, совершил большую ошибку. Нанес эту рану. Или ему нанесли. Тогда вы ошибку совершили. Ну, то, что очень сложно поправить. Потому что шрам навсегда остается. Его же невозможно взять и вот так вот убрать, избавиться от него, да. Даже если он зарастет, он навсегда. Там уже шлифуй, не шлифуй, как говорится. Такие швы просто так не проходят. И воспоминания о них навсегда идут, понимаете. Поэтому, да, вы до сих пор человека в сердце чем-то теплым. Но и есть вот этот момент какой-то тяжести, случая какого-то определенного, который сыграл решающую роль в ваших отношениях. Много смайлов, много эмоций разных вызываете. Иногда вспоминает веселый момент. Иногда вспоминает опять возвращается к этому, да. И понимает, что вокруг много разговоров, каких-то идет. Или людей, которые вмешиваются в эти отношения. Может быть так. И у них тоже есть много разных эмоций, которые вмешиваются в энергетику ваших отношений. Ну, такая позиция номер четыре. Пятая позиция. Тоскует ли человек по вам сегодня? Клубнички. Клубнички говорят о страсти, в первую очередь. Ну, приятно же вот клубничку взять, понюхать, там, скушать. Она сладкая, она хорошая. Особенно такая красная когда. Страсть. Это всегда страсть. Это сексуальная увлеченность. Нет тоски здесь. Нет. Здесь страсть именно. Сексуальная такая привязанность. И восхищение внешностью. Восхищение сексуальностью человека. Вот он вами, этот человек, восхищается. Романтический настрой идёт. Сердечки, сердечки. Видите, какие розовые всё, да? Романтика у человека в душе по поводу вас. Грязь. Грязь говорит о том, что... Ну, что-то человек опозорился перед вами. Смешался с грязью. Но, однако, это не мешает ему о вас грезить и думать именно в сексуальном плане. Мечтать там о вас, да? И представлять что-то. Но здесь нет тоски. Здесь есть осознание, что что-то нехорошее произошло в плане позора какого-то. Позор именно. Прям позор идёт. А может, измена. Может, ещё что-то, да? Наврал там, например. Вот так. Но, понимая, что это грязь, человек всё равно испытывает вожделение. Ну, это как отношения по дьяволу, я считаю, такие, что тянет человека, да? Всё равно назад. Однако, несмотря на то, что он что-то натворил. Причём, где-то, может, не всегда совесть срабатывает, да? По поводу... Есть осознание, что я что-то натворил? Но не совесть, потому что мысли-то именно такие вот прям томные. Ну, такая позиция номер пять. И шестая позиция. Таскует ли человек по вам сегодня? Тараканы. Тараканы гадкие. Тараканы противные. Тараканы очень хитрые, ушлые. Они уверткие. Они кишат. Отвращение идёт. Отвращение к вам или к себе. Давайте рассуждать. Винтики, гаечки и кровь. Здесь произошла ситуация, как бы человек считает, что отношения уже не вернёшь. Как будто весь механизм развалился, сердце кровью обливается и тараканы. Тараканы могут означать здесь врагов, которые разрушили эти отношения. Но могут означать напрямую отвращение к себе по поводу какого-то поступка. Мол, то, что уже разрушено, уже не собрать. Ну, попробуйте из этого опять собрать какой-то механизм. Или механизмы. Ничего ведь не соберёте уже. А вот. Плюс кровь вот эта выпадает. Которая говорит всегда, что идёт или кровная обида, или сердце кровью обливается от горя. Вот что-то тяжёлое. Очень тяжёлые эмоции у человека. Очень тяжёлые. Он может тосковать при этом, но чаще всего это именно негативные чувства по отношению к вам и к себе. То есть что-то очень тяжёлое. Может скандал какой-то грязный произошёл. Знаете, бывает такое между людьми. Или развод там с разделом имущества и киданием тряпок в окно. Ну, вот такая позиция номер шесть. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению, на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. И до новых встреч.